На информационных плакатах по две истории. Первая – волонтёров, которые посвятили свободное время поиску людей. А вторая – детей. Здесь вместо биографии – многоточие. Уже несколько лет они в списке без вести пропавших. Их разыскивают поисково-спасательные отряды, в том числе Лиза Алерт. К Международному дню пропавших детей они вышли на оживлённые улицы Иркутска. Чтобы напомнить, неизвестность – самая страшная судьба. Только за 2020 год в Российской Федерации пропали без вести 6581 ребёнок. Из них 5730 детей были найдены живыми. Но о судьбе 851 ребёнка до сих пор ничего не известно. Вдумайтесь, это целая школа. Пустая школа. Кроме историй пропавших, иркутянам рассказывают, как не допустить потери ребёнка. В первую очередь – помочь выучить номер родителей. Лучше поставить его как пароль на детском телефоне. Также облегчить поиск можно простой запиской с именами и контактами родственников. Надо разложить по всем, по всем, по всем кармашкам вот такие визиточки. Их можно сделать просто самим записочки, где будет написано имя ребёнка и телефон родителей. Также ребёнку надо объяснять о том, что не ребёнок ищет родителей, а родители ищут ребёнку. Ребёнку надо просто оставаться на месте. Закончили акцию необычно. Организаторы зажгли свечи, которые, как символ, должны указать и осветить путь домой всем пропавшим детям планеты. Захар Семёнов, Юрий Рябчиков, АС-ТВ